Казарла Как по-родски сказать, подай, девицы, чувяк! Как по-родски сказать, подай, девицы, чувяк! Здарова, Дневали! Слава Богу! Так казаки издревле приветствовали друг друга. Сегодня мы находимся в казачьей станице, где проходят легендарные соревнования по бою на шашках. Праздник называется Казарла. Исторически Казарла это общее самоназвание этнических казаков и распространяется оно только на носителей казачьей культуры и казачьего языка. Сегодня же на фестивале Казарла рады видеть каждого гостя. Казаки стараются не применять и других ограничений, например, по возрасту. У казаков вообще ограничений по возрасту нет. Пока можешь сидеть на коне, шашку держать в руках, ты казак! Маленьких казаков садят на лошадь в три года. К пяти годам они уже должны уметь скакать во весь опор. В 10 лет детей учат стрелять и только в 12 пользоваться шашкой. Несмотря на то, что этот вид оружия – гордость любого казака, детей к нему не допускают, чтобы не поранились. Для каждого казака неотъемлемой частью жизни является его вера. Поэтому традиционно соревнования по бою на шашках начинают с групповой молитвы всех участников. По всей стране соревнования продолжаются. У нас же в Сибири это последний этап и закрытие сезона. Скоро наступит холода. Казарла проходит в два этапа. Первый этап – это классическая рубка, что означает рубка с места. И второй этап – рубка в движении. Нужно поразить 8 мишеней на бегу. Казаки славятся не только умением профессионально владеть шашкой, но и невероятным дружелюбием. Всех гостей фестиваля угощали полевой кашей и горячим чаем, катали на коне и даже разрешали поорудовать шашкой. Благодаря таким праздникам мы не только можем узнать, какие казачьи традиции сохранились до сих пор, но и испытать их на себе. Елизавета Зюзя, Елена Коровина, Кирилл Сатаров, ТВСФУ.